Ночью было минус 29 градусов, и на веранде замерзла металлическая труба отопления. Ну, как сказать, малый круг, малый круг. Тут у меня ремонт, не удивляйтесь, что, значит, тут такой немного беспорядок, но я вам покажу, значит, суть. Что там в трубе, то ли где-то в каком-то месте пробка ледяная, то ли вся труба замерзла. И многие задаются вопросом, как же ж её разморозить. Сейчас я вам расскажу. В интернете пересмотрел кучу роликов и, в общем, не нашёл ответа. Решил пробовать. Одним из методов было подключение трансформатора, трансформатора подключения к этому, ну, к одному концу трубы и к другому, чтобы ток пошёл как бы по трубе и разморозил лёд в трубе. Также из методов есть подключение такого шнура, который нагревается, толстого, типа как провода для пуска автомобиля. И они как бы разморозят трубу. Но у меня, в общем, нету этого шнура. А трансформатором я не побоялся подключать до трубы. Во-первых, потому что пойдёт вот этот процесс, как он там называется, то ли электролиз, то ли как, который, значит, будет снимать ржавчину. Вот когда ржавчину снимают, подключают ток. Вот. И получается, что говорят отзывы в интернете, что после, значит, такой, ну, короче, после такой обработки трубы начнут быстрее ржаветь. Поэтому я побоялся. Во-вторых, у меня там стоит на большом круге циркуляционный насос. Вот, циркуляционный насос, байпас, короче, будь он не ладен. И я так понял, что этот ток может пойти через байпас и через этот циркуляционный насос испалить его. Поэтому я не рискнул напрямую подключать, значит, к трубе трансформатор. В общем, чтобы не тянуть время, я вам сразу рассказываю, как я вышел из ситуации. Вот, как вы видите, вдоль всей трубы, вдоль всей трубы я намотал вот такую вот медную проволоку. Ту медную проволоку, которую я смотал с трансформатора накануне, вернее, с этого, с компрессора, по-моему, да? Или с трансформатора, я вот не помню. Ну, в общем, смотал. Что получается? Наматываете вот эту вот проволоку, значит, по всей длине. Она должна быть между собой соединена, концы должны быть зачищены и скручены. Потому что вот эта вот желтая штука, она не звонится. То есть, это типа как оплётки, ну, типа как изоляции такой. Вот, если напрямую замотать, может не быть контакта. При этом, как вы видите, вот эта вот часть, она, значит, оголённая. Она не касается самой трубы. То есть, ток по трубе не пойдёт, ток пойдёт по проводу. Диаметр, значит, получается 1 мм. Ну, как впоследствии выяснилось, надо брать немного больше. То есть, где-то 2-3 мм надо брать проволоку. Потому что она быстро, как бы, сильно нагревается и большой ток не пустишь. Я сначала думал толстый сильно, как палец провод пускать. Ну, понял, что он долго будет греться. Поэтому взял вот такую тонкую проволоку. Сейчас поставлю прибор, значит, и будем прозванивать цепь. Сразу вам скажу, что метод, как бы, возможно, пожароопасный. Поэтому обязательно работайте в каске с огнетушителем. И под рукой держите телефон. Не пускайте большой ток. Потому что провод, как камин, нагревается. Это ещё мы в общежитии делали. И он может просто воспламениться. А вокруг трубы, соответственно, всякие там тряпки, лежат шмотки. Могут загореться и может быть бобо. Звоним, значит. Значит, проверяем работу прибора. Вот, звонилка. Работает. И звоним теперь сам провод. Как вы видите, не гудит. Это о чём говорит? О том, что провод, как бы, вот в этой изоляции такой. И он, ну, в общем, ток не касается трубы. Ток идёт по проводу, не по трубе. Вот. А вот это вот место должно звониться, где я зачистил. А вот это вот место звонится, тут, где я зачистил. Ну, и оно вот так вот должно. Должно не касаться трубы. Значит, почему я взял медный провод, а не провод в какой-нибудь оплётке? Потому что, ну, во-первых, он будет быстро нагреваться и отдавать своё тепло трубе. Когда провод нагревается, получается, он отдаёт тепло трубе. Если он будет в оплётке, оплётка – это просто-напросто может, ну, вот эта вот, изоляция. Она может начать плавиться, и у вас будет этот процесс происходить долго, очень долго. Если у вас нету как бы какого-то там трансформатора, этого инвертора, в принципе, вы можете воспользоваться вот таким вот, значит, этим аккумулятором. И он выдаёт 540 ампер, там, по-моему, часу на 12 вольт. Зашёл я со стороны, где начинается в веранде вот этот вот малый круг отопления. Вот это вот, получается, я зачистил болгаркой. Надо прозвонить систему. Вот. Один, конец, нижняя труба и верхняя труба. Берём прибор, вот, и, значит, сейчас будем звонить. Так, проверяем щупы между собой. Работают. Значит, этот щуп я ставлю на нижнюю трубу, поставил, а этот касаюсь верхней. Вот. Сама труба звонится. Теперь нам нужно прозвонить провод, вот этот вот, который идёт по трубе, между, ну, провод прозвонить между собой. Значит, одним концом я касаюсь нижнего конца провода и другим концом я касаюсь верхнего конца провода. Тоже звонится. То есть, провод у нас замкнут, идёт по всей трубе. Теперь надо проверить, не звонится ли провод на трубу. Берём одним концом, значит, вот, проверяем вот так вот. Контакты есть. И, значит, другим концом касаемся трубы. Звонится, ты смотри Значит, теперь нам надо прозвонить Звонится ли провод на саму трубу Чтобы знать, что провод не пойдет по трубе Ток, вернее, не пойдет по трубе Берем, проверяем сначала щуп Щуп работает Теперь проверяем, что левый контакт Хорошо касается проволоки Вот, он хорошо касается Потому что на коротком участке звонится И теперь мы берем и касаемся трубы Видите, сигнала нет А тут есть То есть у нас развязан вот этот провод с трубой Ток идет только по проводу По трубе ток не пойдет Потому что ток, он умный, как крот Он может либо туда пойти, либо туда Туда-то у нас получается малое крыло Малый круг отопления А туда большой круг отопления На котором стоит циркуляционный насос И если ток пойдет туда В принципе, расстояние что туда, что туда Одинаково Поэтому ток идет по самому короткому расстоянию И он может пойти туда Перепутать и пойти не налево, а направо Вот, а если он пойдет направо Попадет, короче, в циркуляционный насос И может его спалить Поэтому, чтобы ток не пошел по трубе Обязательно прозвоните провод на трубу Теперь, значит, вот это туда идет Значит, начинается тут провод и идет туда в малый круг Вот это вот земля трансформатора Минус Мы, значит, его одеваем вот так Под навесом, под навесом одеваем его Чтобы он висел в воздухе При этом, значит, на проводах не должно быть вот таких вот вещей Вот, что провод не касается Его нужно очень плотненько наматывать Потому что, если он где-то так висеть Он будет перегреваться Нагреваться, как лампочка Вот на этом Ну, на потолке И, значит, получается Может вот тут он при большом токе лопнуть Поэтому, когда он полностью намотан Он охлаждается об лед Об трубу И не греется Вот так Это верхний конец А вот это вот нижний у нас конец Одеваем на провод Подключили, да Теперь вот есть у нас вот такой вот инвертор Сварочный аппарат Типа он может быть любой Вот, значит, мы подключаем его Включаем его Тут все подключено Токовые провода Тут есть шкала Значит, я, как понял Где-то в районе 40 ампер Можно ставить И провод при этом Он будет нагреваться Но не будет накаливаться Типа как лампочка Включаем Вот, и ставим где-то в районе 40 ампер Вот так И Значит, после того, как включили Он у нас уже нагревается Вот При этом, смотрите, что получается Саму трубу можно потрогать пальцем Потому что напряжение На выходе инвертора Я вот сейчас померю И посмотрю, сколько оно тут На клеммах инвертора На выходе Вот Я коснулся Я сейчас коснусь провода Клемм Вот, оно 19 вольт Ну, тут контакт не очень Надо, чтобы контакты вообще были хорошие Вот, 19 вольт промегивает Получается, я подключил один контакт тестера На один выход А второй на второй выход И меряем напряжение Вот, оно показывает 14 вольт Постоянных 14 вольт Добавляем тока Сейчас ток где-то в районе О Сейчас переключим на 200 вольт Вот, 22 вольта Уменьшим чуть-чуть ток И падает напряжение В общем, самое оптимальное напряжение Когда 19 вольт И ток в районе 40 ампер Получается, вас и не убьет И вы не попадете на Луну Вот, потому что Во-первых, тут гальваническая развязка Между токами и напряжением И при этом Я свободно смогу пальцем При таком напряжении Коснуться трубы Стоя на земле Вот, видите Почему? Потому что ток 40 ампер От тока до Луны не долетишь А вот от напряжения Можно А напряжение у нас 19 вольт Сам провод Он горячий То есть Одну-две секунды продержишь палец На проводе Но сильно лучше его не перенагревать Потому что Что произойдет Сейчас я вам покажу Вот если, например Ой Короткое замыкание То есть Когда большой ток Сейчас вы увидите Я поставил тут почти 70 ампер Провод начнет накаливаться Видите, он краснеет Вот И, короче, если еще добавить Он просто Вот, вот видите В этом месте, где Он висит Он накаливается Он просто тут перегорит И там тоже он краснеет Вот эта вот часть Видите, краснеет Поэтому лучше так не делать А ток ставить Умеренный В районе там 20-40 ампер Вот я убавил ток И оно погасло При этом Труба нагревается нормально И Значит Не лопнет И менее пожаробезопасно Тут вот такие красивые Значит, я буду делать окно В этом приколапчике Вот на этой веранде Ставить евро Пока что я его еще не приобрел Вот У меня тут вместо холодильника Сало лежит В общем, селедка Тут закуска И что получается Значит, эта труба Я в интернете читал Что она нагреваться будет час Но Я включил сюда Циркуляционный насос И получается По мере того Как размерзается лед Туда еще и бежит горячая вода При этом котел Работает с дровами И Соответственно Горячая вода Попадает в тоненькую щелку Образовавшиеся пробки Сочится туда И толкает горячую воду И лед размерзается Как под током Так и под напором Горячей воды И что я думал В интернете написано Что час Оно будет размораживаться А оно у меня Замерзло При температуре Где-то минус 25 градусов Ночью Вот я просто Решил сэкономить Свет И выключил насос На ночь Утром проснулся Труба замерзшая А размораживалось Оно у меня Два дня Я сначала думал Что же делать А размораживалось Оно у меня 15 минут В общем Еще раз повторюсь Ребята Что настоятельно Это Нужно делать Только взрослым И не экспериментировать Даже Надо делать Умным взрослым Потому что Когда провод Нагревается Он может коснуться Любого там Носка Пакета Лежащего Под трубой И получается Что Вот носок Вот И получается Второй носок И получается Что может Воспламениться Поэтому нужно Не отходить От этого момента Просто Проконтролировать И безопасно Разморозить трубу Выключить И больше не пользоваться Вот И забыть Этот метод Навеки Все Всем привет С вами был Мистер Алекс Значит Марсоход Приземлился На Марс А мы Так сказать Живем Тут На Земле